здравствуйте дорогие друзья свои сюжеты мы строим по тем вопросам которые вы задаете и вот сразу пришли несколько вопросов о том чтобы рассказать о бифтоматах если какие-то отличия выращивания и еще просили назвать те сорта и гибриды которые я в этом году буду сеять свои теплицы ну я скажу что я еще до конца не определилась потому что по магазинам хожу глаза разбегаются везде какие-то новиночки вижу но я в этом году наверное буду сеять семена фирмы аэлита потому что в прошлом сезоне мы были на днях поля у этой компании и я была просто поражена там и разнообразием сортов гибридов и их урожайностью там буквально кистями гроздьями висят эти плоды все созревшие красные великолепные нам и дали попробовать там и крупные мясистые и те которые хорошо в баночку ложатся для маринования то есть действительно очень-очень достойные такие сорта и сейчас вот я была в специализированном магазине где продаются семена этой фирмы и для себя кое-что отобрала кстати и вот эти бифтоматы о которых вы спрашивали вот сейчас еще мы на кое-какие вопросы ответим потому что но каждый год всегда спрашивает о переопыление дорогие друзья в который раз я вам говорю посмотрите сколько я вот сейчас сортов и гибридов выбрала да вот здесь такая толстенькая пачечка и здесь тоже и все эти сорта гибриды можно сажать в одной теплице и в течение этого сезона переопыление никак не скажется на качестве плодов то есть вот если например вот этот кругленький красненький да а вот этот вот томат например малиновой окраски есть еще вытянутый в виде сосульки сердечко там какие угодно они такой формы и останутся то есть переопыление никак не скажет не сказывается в течение сезона а если мы с вами будем собирать семена от этих томатов неважно от каких от сортов или от гибридов у нас возможно получится что-то новые собственно говоря так и создаются новые сорта и вот посмотрите в одной теплице будут вот такие кругленькие например и вот такие вытянуты высокие и низкие с очень высокой урожайностью и с очень крупными плодами но которых на кусту естественно поменьше да и что у вас в результате получится вот этого переопыление уже на следующий год неизвестно поэтому лучше всего выращивать один год эти вот сорта да а на следующий год а уже покупать их заново потому что ну мы с вами не гарантируем на самом деле вот эти вот сорта на сто процентов у меня есть очень хороший знакомый который много-много лет уже выращивает одни и те же сорта из собственных семян но она и все равно обновляет покупает в магазине скажем года через три потому что явно видно что сортовые качества меняются то есть еще раз смотрите пока мы выращиваем в одной теплице пчелки летают там ветер гуляет у нас перепыление происходит но вот этот плод он не меняется от этого перепыление перепыление влияет только на семена и на следующий год у нас может что-то новенькое получится я не говорю что получится что-то хуже а может быть получится почти такие же помидорки вы даже разницы не заметите то есть сажать разные помидоры в одной теплице малиновые коричневые вытянутые круглые можно и все это будет одинаково как это соответствует сорту точно также и с огурцами если вы сажаете вот такие длинненькие вот у меня их сколько в этом году вот и если вы сажаете скажем какие-то пучковые огурчики у которых маленькие плоды тоже пока в течение сезона вы их выращивать никакого перепыления не произойдет так теперь значит мы сейчас будем рассказывать о сортах и о гибридах вот здесь у меня пачка с сортами от сортов можно брать семена у гибридов якобы семена брать нельзя но я знаю садоводов которые тоже сажают после гибридов там больше вероятность что произойдет так называемое расщепление признаков потому что скрещивали их для улучшения качеств сортовых гибридных маму и папу с разными свойствами да например хотели получить крупные очень плоды на низком кустике если вы возьмете семена от этих гибридов то может получиться у вас не низкий кустик скажем а очень высокий вот какие тут могут быть нюансы теперь перейдем к описанию сортов дорогие друзья вот томат купец молодец это сорт который относится именно к биф томатам и у него плоды до 400 граммов вот существует такое заблуждение что крупноплодные а сорта это обязательно высокорослые нет вот этот купец молодец он всего до 100 сантиметров высотой и вот такие крупные плоды 300 400 граммов чем отличается биф томат это тем что у них повышенное содержание сухого вещества это такие как говорят мясистые томаты мясные томаты да биф от слов бифштекс вот у них малое количество семян бывает еще повышенное содержание сахаров то есть это очень вкусные такие салатные сорта вот смотрите еще этот сорт и урожайные то есть попробуйте пожалуйста посадить я думаю что останется очень довольны смуглянка этот сорт он еще отличается тем что у него такая действительно смуглая кожица это говорит о том что в нем повышенное содержание антиоксидантов это очень полезные вещества для организма здесь немножечко поменьше плод он 170 граммов но кустик тоже средний рослый до 100 сантиметров подходит для выращивания в пленочных укрытиях то есть у нас с вами дуги есть полутора метровой высоты вот вполне могут выращиваться эти томаты вот таких укрытиях и также это очень сочные мясистые замечательные плоды с высокими вкусовыми качествами дальше шайба вот дорогие друзья здесь этот сорт он позиционируется как новинка но я уже наслышана о нем что очень вкусный очень необычный и тоже у него здесь такая красно-фиолетовая окрасочка присутствует и который повышает его вкусовые качества и полезность опять же из-за содержания антиоксидантов дальше вот такой сорт как ромовая баба это уже высокорослый сорт и он отличается тем что у него очень сбалансированное такое содержание и кислоты и сладости и очень очень вкусный многие это отмечают для салата шикарно подходит еще чем он знаменит это тем что не вызывает аллергии для деток у кого проблемы с этим вот пожалуйста и очень вкусно подходит для различных блюд пузатики это очень красивый томат с малиновой окраской который напоминает нам южные сладкие сахаристые томаты очень тоже вкусные индотерминатный высокорослый сорт у него также плоды до 300 граммов мясистые вкусные замечательные еще раз говорю вот напоминает южные томаты вот мне какой очень сорт понравился посмотрите дорогие друзья фотографии не очень удачная кажется здесь что маленькие плоды вообще говоря не до 220 граммов а вот это вот форма такая вытянутая она идеально подходит для цельноплодного консервирования но это универсальный сорт и для салатов годится и для маринования шикарные вот эти вот томатики вот наверное себе я их обязательно посажу высокорослый подходит для пленочных теплиц для с поликарбонатом там для любых вот еще интересный очень сорт который называется тигренок плоды у него не очень крупные 80 90 грамм и тоже для цельноплодного консервирования плотненькие не растрескиваются не раскисают в баночке но и очень очень красиво смотрится на столе как украшение любого праздничного стола могут быть у него кистевое созревание до 12 плодов в кисти то есть вот такие замечательные еще красивые томатики у вас будут стоять в теплице ну и вот еще какой сорт это называется козырь он низкорослый и тоже подходит для пленочных укрытий и идеально также ложится в банку очень урожайные и тоже может быть стоит его попробовать посадить вот у кого кстати сказать тесные теплицы можно выращивать в три ряда но на среднем ряду сажать именно низкорослые томатики и ухаживать за ними будет гораздо удобнее вот это все еще раз говорю сорта от них можно брать семена и выращивать на следующий год тоже из своих семян такие же замечательные плоды теперь перейдем к гибридам дорогие друзья вот чем мне понравились еще гибриды тем что вот они очень ранние и даже есть тут в некоторых описаниях что ультра ранние и эти тарана достаточно созревают то есть у них срок созревания здесь здесь у всех до 115 дней то есть это для нас очень даже хорошо прекрасно успевают созревать на кустах отличные дают урожай спелых действительно плодов а вот эти созревают до 90 дней 85 90 дней это вообще шикарные гибриды вот это к вопросу о том что лучше выбрать сорта или гибриды вы у некоторых сортов можете не найти такой скороспелости как у гибридов и опять же мы вернемся в бифтоматом вот пожалуйста минин это гибрид который относится к бифтоматам очень мясистый очень крупный очень вкусный и у него такие же все правила выращивание бифтоматов то есть ну да подкормочки наверное им нужно побольше покормить побольше чтобы вот именно созревали такие крупные плоды здесь посмотрите как удобно вот вся информация который необходимо садоводу вынесено вот сюда на эту полосочку вы смотрите здесь и 250 граммов у него плоды а при этом кусты то совсем не высокие всего до 90 сантиметров высотой и как я уже сказала очень ранее созревание еще что мне понравилось в этом гибриде это ран ран он закладывает первую кисть над шестым седьмым листом всего представляете вот такие вот замечательные свойства минин ну и в пару ему конечно пожарский да наши с вами национальные герои почему я еще обратил внимание на эти гибриды потому что у нас нижний новгород и как раз у нас собиралась это ополчение и вот минин и пожарский его возглавляли очень красивые плоды тоже с великолепными вкусовыми качествами с носиком такие аккуратненькие помидорки ультра раннего созревания 85 90 дней кистевое созревание то есть это вот не кустики а заглядение просто и здесь они тоже достаточно крупные 170 граммов весом следующее это у нас идет уже неразлучные сердца и здесь индотерминатный уже гибрид то есть это высокорослые его лучше сажать именно в таких высоких теплицах и они здесь именно как форме сердца с малиново-красной окраской тоже великолепных вкусовых качеств и у них тоже очень раннее созревание и что тоже характерно вот для этих всех гибридов которые я здесь это брала это закладка вот цветочной кисти достаточно низко у многих индотерминатных гибридов над девятом аж листом а здесь шестой седьмой ну восьмой в крайнем случае лист поэтому очень хорошо и еще вот у этих гибридов тоже что ценно небольшой промежуток между узлей то есть это тоже все замечательно все-таки как кусты достаточно компактные и успевают закладывать большое количество кистей вот гибрид который называется красное царство стандартные такие кругленькие помидорки блестящие румяные плотные тоже с прекрасными вкусовыми качествами 200 граммов плоды то есть такого среднего размера тоже универсальном в общем-то назначении 200 граммовые помидорки очень даже можно мариновать вот у меня их столько вырастает что ну в свежем виде понятно мы не можем их скушать поэтому я мариную для этого беру просто банки с большим горлом и у меня уже вот эти плоды в этих баночках стоят высокорослые томаты подходят для полноценных теплиц вот какие вам я покажу еще мадам кураж это замечательные совершенно томаты с малиново-красной окраской они универсальные вообще по полной программе то есть и в салат они и можно их и консервировать тоже 180 граммов у них плоды великолепный сок из них получается вот даже тут стаканчик соком стоит многие знаете жалеют вот такие крупные плоды использовать для сока дорогие друзья я убедилась что вот именно крупные такие мясистые томаты они дают самый лучший самый вкусный сок если я консервирую в собственном соку вот эти помидорки есть разница что вы какие-то там другие томатики используете и вот такие вот большущие мясистые ну вот еще смотрите два таких гибриды интересных биф кинг и биф пинг отличаются они тем что у пинка у него розово-красная окраска убивкинга это красные плоды и вот дорогие друзья опять это биф томаты которые отличаются мясистой такой мякотью с малым количеством семян очень вкусные сладкие вот режешь их даже не резать а ломать хочется вот чтобы посмотреть вот эту сахаристую мякоть но превосходные они такие и по внешним качествам и на вкус 300 400 граммов вот эти вот плоды тоже высокорослые томаты и можно их использовать в теплице но в южных районах наверное можно выращивать и в открытом грунте у нас то просто погодные условия которые не позволяют за наше короткое лето вот таким высокорослым отдать весь свой потенциал а в южных районах пожалуйста вот дорогие друзья пожалуйста еще задавайте вопросы о перепыление если вам что-то осталось непонятно обе автоматах еще раз повторюсь что абсолютно такая же агротехника выращивание этих гибридов потому что это просто свойства вот селекционеры нам вывели такие замечательно крупноплодные сорта и гибриды сбив свойствами а так ухаживайте за ними как положено вовремя кормите вовремя удаляйте пасынки и все у вас будет хорошо вот кстати сказать здесь на обороте вот этих фирменных упаковочек у компании аэлита и формирование этих кустов есть как нужно их правильно посынковать когда их нужно прищипывать и так далее то есть здесь оба агротехники тоже есть вот в этих больших упаковках до 15 семян не до 15 а 15 семян то есть это вам хватит на все ваши посадки у меня вот например по одной стороне теплицы всего 12 я сажаю этих помидорок и получаю прекрасные урожаи так что дорогие друзья вот такие новиночки вы можете посадить в этом году и огурцов и томатов и обязательно будете с урожаем